Чтобы не допустить возможность распространения коронавирусной инфекции, ДНР было принято решение временно приостановить проведение театрально-зрелищных и культурно-досуговых мероприятий. Запретить с 20 марта 2020 года до особого распоряжения, говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Министерства культуры ДНР. Но, несмотря на строгость формулировки, зрителям и завсегдатаем театров, филармонии, музеев и прочих учреждений не стоит переживать. Их работа организована в интернете. Как приобщиться к прекрасному, не выходя из дома, выяснял Дмитрий Ким. Холл Донецкой государственной академической филармонии пуст, только сотрудники. Исполняя указ правительства, администрация вынуждена закрыть свои двери для посетителей, но не свои сердца. Звуки музыки здесь не утихали и не собираются. Артисты и исполнители продолжают репетировать, ведь филармония, как и все культурные учреждения республики, присоединились к мировой практике онлайн-трансляции своих концертов. 25 марта коллектив филармонии инициировал проведение нового проекта «Донецкая филармония концерты онлайн», в рамках которого есть расписание, и мы проводим концерты в прямом эфире без зрителей в зале. Первой онлайн-трансляцией стал концерт органной музыки «Приношение Баху», посвященный 335-летию великого композитора. Здравствуйте, дорогие друзья! Как хотелось бы добавить традиционное, мы рады приветствовать вас в гостеприимных стенах Донецкой филармонии. Но, к сожалению, как вы знаете, в целях безопасности здоровья дончан закрыты все культурно-зрелищные организации города. Он привлек аудиторию достаточно большую, более тысячи человек смотрело концерт в прямом эфире. Это более чем в три раза больше, чем вмещает наш зал. Поэтому мы считаем, что эта идея оказалась достаточно успешной. Штатного органиста Донецкой филармонии Александра Хмарнова нам повезло застать во время репетиции. Уже 4 апреля он будет участвовать в онлайн-концерте. Музыкант признается, профилактические меры, хоть и приводят к некоторым неудобствам, являются необходимостью. Сейчас репетируется достаточно хорошо в связи с тем, что у меня появилось значительно больше времени для репетиций. Я участвую в онлайн-трансляции 4 апреля с Дива-квартетом, но я там буду выступать в качестве пианиста и клавесиниста. Донецкая филармония продолжает свою работу. Наши артисты, коллективы продолжают готовить программы, проводят свои репетиции, потому что артисты это как спортсмены, им постоянно необходимо находиться в форме. Если они ее потеряют, то потом очень тяжело ее восстановить. Особые обстоятельства требуют особых решений. Конечно, быстро и качественно организовать подобную платформу не получилось бы. Работа над просветительским порталом «Культура Донбасса», отмечает министр культуры республики Михаил Желтяков, началась задолго до экстренных мер. Мы презентовали 25 марта портал «Культура». В этом портале все размещено. Все видеоконференции, мастер-классы, программы, проекты. Предполагалось, что портал «Культура Донбасса» должен аккумулировать самую актуальную информацию в культурной сфере республики. Так и вышло. Кроме того, интернет-площадка стала отличным подспорьем, чтобы учреждения республики смогли радовать своих посетителей дистанционно. Формы и методы работы театральных концертных организаций безграничны. Учреждения культуры все без исключения, все без исключения, переформатировали свою деятельность и начали работать в режиме онлайн. Как отмечает министр, зрителям необходимо набраться терпения и помнить, что культурная жизнь в республике будет продолжаться, а концерты и мероприятия, на которые бы хотели попасть жители и гости ДНР, не отменены, а перенесены, пока эпидемиологическая ситуация не разрешится. Дмитрий Ким, Виктор Волошин, Первореспубликанский.